проект одесской комик труппы транслировался на разных телеканалах до 2006 года в 90-е формат передачи казался необычным однако в новом тысячелетии потерял актуальность чем же занялись звезды маски-шоу после закрытия сериала для многих маски-шоу предмет ностальгии первые выпуски программы состояли из нарезок клипов и скетчей выступлений трупы маски работавший в жанрах пантомимы и клоунады позднее автор проекта георгий делиев превратил свое детище в телесериал в стиле немого кино повествующий о судьбах членов забавной семьи к середине 90-х популярность скетч передачи достигла пика вышел 17 серийный цикл кабаре маски-шоу в котором приняли участие приглашенные звезды лолита милявская и александр цикала валерий сюткин но к концу десятилетия интерес зрителей к проекту заметно упал появилось много других конкурентоспособных шоу последние два года с 2004 по 2006 программа выходила на тнт а затем вовсе исчезла из эфирной сетки как же сложилась судьба актеров после закрытия юмористического телесериала автор шоу обладает широким спектром талантов он окончил архитектурный факультет одесского инженерно-строительного института студенчестве начал заниматься в студии пантомимы а впоследствии открыл собственные театры клоунады в кишиневе и пятигорске в 80-х делиев работал в театре лицедеи пока не вступил в труппу маски при одесской филармонии где стал худруком постановщиком и актером получив второе высшее образование в институте театрального искусства дипломированный режиссер эстрады снял фильм семь дней с русской красавицей а уже потом запустил в эфир маски-шоу здесь он был и исполнителем главных ролей и сценаристом неудивительно что за творческие достижения делиев удостоился звания народного артиста украины кроме того он состоял в комиссии по культуре просвещению делам молодежи и спорту в 2017 стал членом жюри лиги смеха выпустил четыре музыкальных альбома плюс ко всему георгий викторович увлекался живописью и не раз проводил выставки художественных работ за кадром делиев пережил трагедию более 30 лет он провел с супругой ларисой а в 2012 она умерла после тяжелой болезни позднее артист женился вновь на джазовой певице екатерине которая младше его на четверть века дочь режиссера от первого брака я на знакома зрителям по детским ролям в масках шоу она получила психологическое образование но артистическую карьеру не бросила преподает танцы служит клоунесой в театре кабаре буфон поет французский шансон в 2014 женщина родила девочку алису а в следующем году делиев дедушка вновь стал отцом екатерина подарила ему сына николая борис барский и вновь перед нами пример того что если человеку суждено заниматься творчеством так и будет борис владимирович окончил одесский политех и три года проработал в центре стандартизации метрологии однако параллельно посещал студию пантомимы вместе с лицедеями артист объехал десятки городов затем попал в комик трупу маски и в итоге снялся почти во всех эпизодах запущенного коллегами сериала к слову зрители могли видеть актера еще и в клипе ларисы черняковой влюбленный самолет по сей день мужчина является одним из ведущих артистов трупы играет в спектаклях и принимает участие в телепрограммах с 1980 барский женат на химике наталья ставший его личным костюмером у пары появились на свет дочь анастасия и сын константин в 2010 в семье случилось несчастье 26-летний кости скончался по словам знакомых юноша всегда был болезненным и давно страдал из-за проблем с сердцем борис владимирович находился на гастролях в румынии когда ему сообщили о трагедии в театре маски тут же отменили спектакли из-за траура в это просто невозможно поверить сетовала подруга покойного маша козлова ведь кости был молод и весел я никогда бы не подумала что он уйдет из жизни так рано и от такого диагноза евелина блюденс стоит ли говорить что для российского зрителя блюденс стала самой известной звездой сериала маски шоу правда строить карьеру после провокационной роли оказалось непросто органически не переваривала свой образ медсестры из маски шоу он стал культовым но во многом подпортил актерскую жизнь все режиссеры и продюсеры видели во мне сексуальную дуру с декольте и длинными ногами потом было сложно найти хорошую роль признавалась артистка впрочем с трудностями она справилась и стала не только востребованной актрисой но и ведущей гораздо сложнее обстояли дела с семейной жизнью впервые звезда вышла замуж за коллегу по маскам шоу юрия стыцковского который впоследствии прославился благодаря каламбуру брак разрушила трагедия на беременную евелину напали в парке она отбилась но из-за испытанного стресса ребенок родился мертвым случившаяся не сплотила разобщила супругов второй брак актрисы с бизнесменом дмитрием продлился 18 лет у пары появился сын николай решивший после развода родителей переехать вместе с отцом в израиль наладить отношения с мамой и познакомиться с ее новым мужем коля согласился только в 21 год в 2010 артистка связала судьбу с продюсером александром сёминым спустя два года евелина подарила супругу сына семена у которого почти сразу диагностировали синдром дауна поначалу родители не афишировали новость однако позднее не только сделали официальное заявление отметив что рады появлению в жизни солнечного ребенка но и решили помогать семьям с особенными детьми союз актрисы и продюсера считали идеальным но к сожалению и эта романтическая история закончилась в 2017 блюденс призналась что уже год как разведена одной из главных причин расставания евелина назвала свою публичность наталья бузько и александр постоленко мы не случайно объединили актеров ведь именно маски шоу свели их вместе будучи студенткой института инженеров морского флота наталья начала ходить на курсы пантомимы где познакомилась с артистами позднее организовавшими собственный театр бузько и постоленко поженились у них появились дочь ганя и сын антон супруги расстались в 2001 по словам наташи сосуществовать мирно уже не получалось много лет бузько работает в одесском доме клоунов преподает в продюсерском центре и киношколе воспитанником есть чему поучиться у звезды она снималась в фильмах киры муратовой настройщик два в одном мелодия для шарманки и вечное возвращение александр постоленко сохранил дружбу с бывшей супругой не только из-за детей но и благодаря общей работе дому клоунов кино он часто играет в эпизодах комедий а в непривычном драматическом амплуа выступил снявшись в главной роли в картине блудный сын блудная мать михаил волошин артист пришел в маски позднее других коллег но быстро влился в коллектив сначала актерской деятельности волошин практиковал импровизацию и эксперимент работал в амплуа рыжего клоуна главное направление деятельности михаила театр написания каламбурных слоганов у актера удивительная история любви однажды он повстречал привлекательную танцовщицу евгению которая не могла общаться словами в раннем детстве оглохла из-за осложнений после гриппа михаил не знал языка жестов но это не помешало ему понять избранницу я всегда опаздывал на свидание признавался артист поэтому чтобы ей больше не приходилось меня ждать сделал предложение за 25 лет совместной жизни супруги воспитали двух прекрасных дочерей актер служит в театре а евгения руководит собственным танцевальным коллективом остается только восхищаться столь гармоничным и ярким союзом творческих личностей алексей агапьян со времен учебы в институте алексей мигранович увлекся квн и успешно совмещал работу инженера с участием в стэме с юрием стыцковским он создал дуэт сладкая жизнь который в итоге влился в комик труппу маски в середине 90-х артист организовал новую группу юмористов full house вместе с которой запустил телешоу каламбур актер обрел огромную популярность в россии и на украине начал играть в сериалах и кино публика хорошо помнит агапьяна и по перевоплощением в шоу смешнее чем кролики и большая разница последнее же время алексей мигранович занялся преподаванием в доме клоунов сергей олях в студенчестве артист был одним из лучших квн-щиков одессы а восьмидесятый создал театр удачная компания просуществовавший до середины 90-х позднее актер активно снимался в сериалах участвовал в программах голые и смешные приколисты и камера смеха личная жизнь оляха сложилась удачно он был счастлива женат знакомые отмечали что артист сохранил романтику в отношениях даже спустя годы совместного быта настоящим ударом оказалось для друзей и семьи известия о том что сергей георгиевич болен раком актер мужественно боролся с недугом но в 2017 его состояние резко ухудшилось близкие планировали транспортировать артиста на лечение в киев но не успели сердце 51-го летнего юмориста остановилась 2 апреля владимир комаров владимир валентинович был актером эстрадного театра шарж и состоял в трупе маски телесериал он покинул еще до закрытия в 2002 и на три года с головой окунулся в работу в дуэте одеколон с алексеем агапьяном затем комаров заключил что пора сменить род деятельности и стал солистом группы de or bear ментль впрочем комедийный жанр не ушел из жизни актера на концертах музыкальный коллектив чередовал песни с юмористическими номерами в 2007 группа выпустила дебютный альбом а сейчас часто принимает участие в фестивалях и и Субтитры подогнал «Симон»